Тяжелая работа оценивать равных по таланту, мастерству, самобытности. Члены жюри областного конкурса детского рисунка, посвященного охране объектов культурного наследия «Рисую, храню, люблю» приступили к оценке работ. Никто и представить себе не мог, что на конкурс поступят 652 заявки от ребят из разных уголков области, от творческих коллективов, групп детских садов, школьников, воспитанников детских домов и детей-инвалидов. В конкурсе две номинации – «Край родной, хорош весной, летом, осенью, зимой» и «Наследие времен». И три возрастные группы – самые маленькие участники до 5 лет, средняя группа – 6-8 лет и самые старшие – 9-12 лет. Среди каждой группы будут определены победители. Ребята ведь тоже изучали историю Малой Родины, они знакомились с нашими памятниками культуры, архитектуры, истории. Вместе с родителями изучали наши достопримечательные места и, познавая родной край, они, в общем-то, уже чувство даже патриотизма какой-то воспитывается и закладывается в их души. И мне кажется, здесь нет проигравших. Сегодня члены жюри стараются определить лучшую работу, созданную детьми с ограниченными возможностями здоровья. Три лучших выбрать нужно из 80 представленных. Задача, по мнению жюри, трудновыполнимая. Есть и рисунки, созданные в разных техниках, и коллажи, и даже объемные композиции. «Уже сейчас члены жюри высказывают мнение о том, что необходимо расширять или увеличивать количество призовых мест, потому что многие работы попросту уникальны». Подача заявок должна была завершиться 1 апреля, но работы поступают до сих пор. Отказать участникам из отдаленных районов конкурсная комиссия не в состоянии. Первоначально создатели позиционировали конкурс как любительский. Вышло иначе многие работы профессионального уровня, несмотря на нежный возраст их создателей. «Они выражают свое отношение к тому, что изображают. Они каждую детальку вырисовывают, того, что им нравится. Они, может быть, как-то в масштабе могут не соблюдать, но цвет у них, цвет, вот тот родной, яркий, тот, который они видят». Победителей назовут 17 апреля на концерте в Театре кукол. Всех авторов ждут призы и приятные сюрпризы от организаторов и социальных спонсоров. По завершению также будет организована выставка конкурсных работ. Ознакомиться с регионом в представлении детей смогут все ивановцы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.